Итак, всем привет! Началась CS 2024, Всемирная конференция потребительской электроники. 8 января прошли презентации компании AMD, NVIDIA, LG. Поговорим о AMD и NVIDIA. Начнём с AMD. Субтитры создавал DimaTorzok Об архитектуре Xen 4, графической системе RDNA 3. Производительность NPU чипов выше на 60%. То есть мощность этих NPU. Самая высокая производительность. Далее речь пошла о партнерстве с HP. И нам представили мобильный AMD Ryzen AI. 80-40 серий. Ядра Zen 4, AMD Redon 700 серия. Это графическая подсистема. То есть это чип для ноутбуков с искусственным интеллектом. Доступен в феврале 2024 года. Далее пошла речь о партнерстве с Lenovo. Asus. А далее по традиции перешли к анонсам. Это декстопный процессор AMD Ryzen в 8000 G серии. Тоже с искусственным интеллектом. Архитектура ядер Zen 4. Первый в мире NPU. То есть процессор с нейродвижком. Нейропроцессором для насольных компьютеров. AMD упрощает форм-факторы ПК. Этот чип также обладает мощной встроенной графикой. Вот на примере Киберпанка нам показывают. Что можно играть в игры без дискретной видеокарты. Сумасшедшая графика, сумасшедшая детализация. Далее анонсировали видеокарту AMD Radeon RX 7600 XT. 16 гигабайт. Видео памяти. Для работы в DaVinci Resolve. Premiere Pro. Для работы с программами поддерживающими искусственный интеллект. Далее речь пошла о платформе Ryzen AI. О компьютерах и ноутбуках данной платформы. Используется в Onyx NX. Тысячи моделей искусственного интеллекта. AMD ROG M также поддерживается. И PyTorch. Также Direct ML и Shark Frameworks тоже поддерживает. Также о партнерстве с Hacking Face говорили. И Microsoft. Microsoft говорила о своем помощнике Копилота. С AMD закончили. Впереди NVIDIA. Windows 2. 출ord. awak. Трипп, трипп, трипп. Использовавшись в CES. NVIDIA начала с RTX ON Далее речь пошла об истории, они рассказывают, что выпустили видеокарту GeForce 8800GTX, стены для Crysis, добавили CUDA ядра в дальнейшем, 2006 год, Unfiled Graphics. Далее речь пошла о нейронном рендеринге в 2018 году, DLSS 3.5 было для улучшенного изображения, мейнстримом стал генеративный искусственный интеллект, чат GPT и прочие помощники. А в 2024 гибридный искусственный интеллект, NVIDIA Cloud, AI Models, то есть модели искусственного интеллекта, в облаке, с ядрами CUDA. Итак, нам сейчас расскажут, можно уже общаться с игровыми персонажами, с помощью машинного обучения, перевод речи в текст, потом к распознаванию, потом текст в речь, потом озвучка и это все уже потом персонажа. То есть анализ лица, мимику, все передает, нам показывают. Вот персонаж общается с игроком напрямую. Далее перешли к анонсам проектов, в которых поддерживается RTX ON. Более 500 игр уже поддерживает RTX ON. Анонсирован Horizon Forbidden DLSS 3. Также Pax Day тоже DLSS 3 поддерживает Diablo 4. Ray Tracing в марте этого года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Далее перешли к анонсам Overwatch 2. До тоже Red Racing, DLSS 3, GeForce Now, Funke Star Rail, Day Pass. Также ремастер High Flight 2. Тоже DLSS 3. RTX ON. Для любителей High Flight 2. С Red Racing 2. Давайте посмотрим. Далее NVIDIA начала говорить про генеративный искусственный интеллект. Предложение iStock. То есть это на примере Paint. Microsoft выпустила Co-Creator. То есть мы пишем. А искусственный интеллект обрабатывает запрос и рисует картину. Это мы рассмотрим в отдельном ролике. Далее. Очень интересная тема. Далее видеокарты. И смех. Играет генеративный тель. Играет генеративный. Играет генеративный. Субтитры создавал DimaTorzok Эти новые видеокарты поддерживают работу с искусственным интеллектом Сейчас разберем подробнее характеристики FPS кадры в секунду повышаются до 100 с RTX ON То есть больше чем 3080 Ti в 2 раза Обработка изображений положу быстрее по сравнению с RTX 3080 GeForce RTX 4080 Super Стоит 1000 долларов В 2 раза мощнее чем RTX 3080 Ti 4K Full HD Все прелести жизни Всё там присутствует RTX 4070 Ti Super В 2,5 раза быстрее RTX 3070 Ti Стоит 799 долларов Доступна 24 января Ещё одна видеокарта RTX 4070 Super Стоит уже 600 долларов Быстрее чем RTX 3090 Доступна 17 января Также анонсировали ноутбуки поддерживающие искусственный интеллект И заговорили про роботов На этом всё Подписка, лайк, комментарий Увидимся в новых роликах Всем пока